Всем привет! Вы на канале Парк Полочка. Сегодня свой репортаж я буду вести на тему вишни. Та коллекция, которая есть у меня сейчас, в принципе, очень уже насыщенная и сбалансированная, но, может быть, что-то в ней нет. И я бы очень хотела, чтобы вы поделились в комментариях своими мыслями на тему вишни. Возможно, вы нашли свою жемчужинку и поделитесь ею со мной. Великий Лост Черри 2018 года. Парфюмер Луис Тернер – это вишня ликерная, черная вишня, о которой я не знала о ее существовании, что есть такая черная вишня. Это как раз вишня Форда, самая первая Лост Черри. Продолжением ее в 2022 году вышла дымная вишня Черри Смог. Это вишня кожаная, пахнет салоном нового автомобиля, просто бомбическая. Я их вместе вижу, в сочетании их можно смешивать. Я балдею от этих вишен. Но еще какие вишни? На Форде мы не остановимся. Вишня от компании HFC. Wrap me in my dreams. Это вишня у нас, я ее называю леди, более обволакивающая, томная, такая более тягучая вишня, которая близко к телу. Вишня не сильно диффузная. Есть у меня ароматы в театр, такое видео. Вот о ней я рассказываю более подробно, всеми своими эмоциями, впечатлениями делюсь, не будем на ней останавливаться. Вишня, которую я не слышу, но я слышу тут вишневого доктор Пеппер. И вот тонкая кола, вот вишневый доктор Пеппер открылся мне в ней, открылся в ней и кола, потом все вот эти грани, которые заявлены, очень классный аромат, пробуйте его. Он многогранный, классный. Вот Мансера очень крутую версию сделала. Потом у нас есть Dolce & Gabbana, это новинка 23-го года. Здесь заявлены древесные ноты. Здесь заявлены вишни, но вишню я не слышу. Здесь я слышу аромат, давно ушедший с моей полочки, light blue от Dolce & Gabbana. Это тот самый аромат, только вишню я здесь слышу очень тонко. И начала я ее слышать не так давно, когда уже разносила аромат. Это все очень-очень далеко. То есть для меня аромат все-таки с ДНК бренда Dolce & Gabbana, с ДНК того аромата light blue. И все-таки для меня это меньше вишня, чем здесь заявлено. Но по отзывам очень многие в ней слышат именно вишню. Поэтому напишите, что в ней услышите вы. Аромат light blue от Dolce & Gabbana. И, наверное, ту самую вишню. И мне будет интересно узнать все-таки, что вы в ней слышите. Еще одна вишня заявленная. Также очень интересно, что парфюмером является Луис Тернер. Что и создала Элос Черри, да, великую. Это очень именитый парфюмер. И она создавала аромат. Но я думаю, что здесь аромат все-таки не на тему вишни. А аромат больше на тему розы. Это роза шлейфовая. Такая, которую очень приятно слышать с человека. Именно в шлейфе. Очень классная вариация Good Girl, Very Good Girl, да, Glam версия. Нравится она мне очень тоже. И вишня здесь, если и слышится, то очень и очень отдаленно на старте. И потом вот ее практически не слышно. Напишите, как вы слышите или не слышите вишню. Вот в этих двух ароматах мне будет очень интересно. Вот версия Каролины Эррера, да, Very Good Girl, Glam. И версия Ку, Королева, да, от Dolce & Gabbana. Расскажу об этой вишне. Я ее смешаю. Потому что эти ароматы от компании Demeter в бывшем и в настоящем. Это библиотека ароматов. Те ароматы из моей лимитированной коллекции поэзия. Вы знаете, что я также являюсь поэтом, поэтессой современной. И вот вишню, которую слышу здесь я, она более такая табачная. Более с цветками вишни даже с добавлением. И она стойкая. Здесь это одеколон, но звучит он, как туалетная вода. И звучит 4 часа. У меня кожа горячая, на минуточку, на холодной коже. Вот у меня подруга разнашивала, я ей подарила версию свою, да, лимитированную коллекцию, как раз вишню эту. В руках ее мундштук длины изрядной, клубицы томный дым, окуривая близь. Здесь строки из моего произведения, да, о леди. Дизайн. Все это лимитированная коллекция. В общем, если вы ищете вариации на тему вишен, ценник у нее очень приятный, доступный. То есть, вот смотрите, есть разные вишни. От дорогой, очень дорогой, до средней, до бюджетной достаточно. Вот это хоть и люкс, но, в принципе, если брать десяточку, вышло там вообще очень-очень бюджетно, если есть какие-то бонусы, вообще хорошо. То есть, вот есть выбор вишен. Это Макс Филипп Черри. Макс Филипп, он создает ароматы по мотивам. У него есть также персик, сейчас вышла ежевика, еще что-то, еще что-то. Постоянно, постоянно все выходит. И манго, и что там еще. В общем, масса вот таких кругляшечек. Я вставлю фотографии, вставлю пирамидки все, вы сможете ознакомиться. В общем, что это за вишня? По всем нотам, которые указаны на фрагрантике, совпадение с Томом Фордом, Lost Cherry. Но звучание иное. Оно не такое полное, не такое многогранное, как у Lost Cherry. Но это тоже вариации вишни. И сказать вам, какая мне нравится больше, я не могу. Они все по-своему хороши. Я вам показала 8 вишен, да. И не сказала о другой вишне, еще о которой тоже много говорят. Это Haltat Night. У меня ее нет в коллекции, потому что для меня это немножечко, ну не моя история. Возможно, я ее когда-нибудь приобрету. А может и не приобрету, не знаю. Посоветуйте, может быть, у вас какие-то мысли на этот счет возникнут. Может быть, у вас своя какая-то вариация вишни, о которой я не сказала. О которой, может быть, я знаю, но не пополнила. Мне бы было интересно с вами вступить в диалог все-таки. Чтобы это был не мой монолог, а чтобы мы вместе с вами обсудили эту тему вишен. Тема нашумевшая, тема интересная. Кто-то уже наелся, накушался, да, темой вишни. А кто-то все-таки до конца хочет найти свою. По своему кошельку, по своему восприятию аромата. Кто-то хочет более кожаное направление, пожалуйста, вот. Кто-то хочет более гурманское направление, пожалуйста, вот. Кто-то хочет более свежее направление, пожалуйста, вот, вот. Кто-то хочет и немножечко табачка и цветочков, пожалуйста, вот. И есть еще много вишен, о которых я не рассказала, о которых нет в моей коллекции. Когда-то у меня была вишня от Эскада, давно. Такие химические нотки вишни. Это Эскада вообще классные ароматы, но тоже надо... Это мои какие-то студенческие годы. Перешагнули, идем дальше. Может быть, когда-нибудь я к ним вернусь. Но найти вишню можно. Это сейчас очень большой спрос имеет на вишню. Большой спрос имеют гурманские ароматы. Хоть сейчас тенденция больше идет на какие-то другие направления. Зеленый, там, базилик какой-нибудь. Есть такая тенденция, да. Все-таки в мире парфюмерии наблюдается. Но гурманика никуда не уходит. Гурманика есть и будет, я думаю. Потому что люди любят вкусно пахнуть. Да, это именно это слово. Я просто парфюмлеченный человек, который рассказывает вам о своих каких-то понравившихся мне ароматах. И, возможно, мой вкус совпадает с вашим. Или наоборот не совпадает. В общем, пишите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на дзен-канал. Ссылочки оставлю в описании. Инстаграм. Ставьте лайки. Пишите. Я с удовольствием отвечу на все ваши комментарии. Если вы добавитесь ко мне еще где-то в социальных сетях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. В общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok